Ну что ж, друзья, давайте теперь скомбинируем наши навыки, то есть контроль верхней карты и контроль нижней карты. Итак, вверху у нас туз пик, внизу у нас туз крести, комбинируем наши контроли. То есть перетасовал я один раз, и тузы у меня остались внизу. Перетасовал я во второй раз, крестовый остался внизу, пиковый вернулся наверх. То есть еще раз я потасовал, снова у меня крестовый внизу, пиковый наверху. Снова перетасовал, и крестовый остался внизу, пиковый вышел наверх. Теперь давайте более подробненько рассмотрим, как это сделать. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим. Итак, наверху у нас туз пик, внизу у нас туз крести. Что происходит? То есть происходит у нас тот же самый контроль, только смотрите. Я стягиваю большим пальцем вверх, и также удерживаю пальцами средним и безымянным вниз. То есть стягиваю эти две карты, потасовал. Тузы у меня остались внизу. Снова стягиваю эти две карты, потасовал. Туз остался внизу, а второй туз вернулся наверх. К примеру, смотрите, вот здесь у меня сейчас еще один туз пришел. То есть я могу сейчас сделать так, чтобы, например, червовый стал верхней картой, а пиковый стал картой второй снизу. То есть я точно так же стягиваю эти две карты, пикового и крестового. А вот эти карты тасую до тех пор, пока у меня одна карта в руках не останется. То есть это будет червовый туз, и он у меня упадет наверх. То есть наверху у меня червовый туз, внизу крестовый и пиковый. Делаю все то же самое. Червовый и крестовый у меня наверху. Ну тут с одной карты я ошибся. Пиковый наверх должен прийти. Давайте еще разочек сделаем. Тасуем. Пиковый и крестовый у меня внизу, червовый наверху. Тасуем еще разочек, вверх-вниз стягиваем и тасуем до последней карты. То есть теперь у меня червовый вернулся на место, то есть он стал вторым снизу, да? А пиковый также стал первым сверху. Вот таким вот образом можно комбинировать контроль верхней и нижней картой и гонять нужные нам карты туда-сюда, вверх-вниз. Ну что же, друзья, на этом урок закончен. Жду вас в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok